Вы можете дать мне право шеер сделать? Да, право есть. Значит, я хочу вернуться к девятой главе и кое-что сказать. Значит, смотрите, я подчеркиваю, вот эта вот буква, буква «самых» означает «пороша стума» и означает это технически, что если мы пишем «свиток Кагелет» на клафе, на пергаменте, как положено, уставным шрифтом, то здесь должен быть пробег в девять строк между стихами. В девять букв, извините, я говорил, не в девять строк, в девять букв. Значит, буква «п» означает, что начать надо с новой строки. Ну, там есть, там длинные сложные правила, но, в общем, должно быть четко видно, что это абзацный отступ. А «самых» означает, что должен быть пробел. То есть, как бы, начало новой главы. И, собственно, вот эти «самых» и «пэй», вот эти буковки, которые это самое указано, это еврейская разбивка на главы, «пэй» на главы самых на абзацы. Не на стихи, а на абзацы. Это еврейская разбивка. Я хочу просто заметить следующее. Значит, вот я не думаю, что это правильно, кстати, при этом «самых», потому что это в «кагэлы-траба» отбивка здесь стоит. Я думаю, что она неправильно стоит в «медраше», что ее надо ставить ниже. Дело в том, что на самом деле это важное такое замечание книги «кагэлы». Любой длинный отрывок его, если правильно разбить на главы по-еврейски, но они просто будут неудобные для нумерации. У вас там очень большие цифры будут иногда. В смысле числа, номера, стихов. Оно кончается вот тем призывом, которым здесь. «Иди ешь в радости, хлеб свой, ибо Бог уже…» Вот Яне ответил, одобрил. Тут довольно сложная вещь. И в прошлый раз я говорил, пусть во всякое время будут на тебе белые одежды, наслаждаясь жизнью вместе своей женой. И в конце это сам. Теперь. Вот одиннадцатый стих. Как раз здесь стоит «пэй». Здесь как раз новая глава точно. И вот одиннадцатый стих начинает некоторую очень важную тему, которая будет продолжаться. Я не зря вернулся сюда, потому что в прошлый раз я, может быть, общий взгляд не очень-то четко изложил. Начинается вещь, которая находится в серьезнейшем противоречии со всем, что мы знаем из книги Мишлей. Это я говорил в прошлый раз. Дело в том, что в книге Мишлей есть общая концепция. Мишлей – это притча. В книге притч есть общая идея, которая более-менее естественна и разумна, которая выглядит так, что правильная жизнь – это разумная жизнь. И если ты ведешь себя разумно, то тогда в твоей жизни все будет хорошо. Вот это где-то общая мысль. По этому поводу у Рава Садия Гаона есть идея по поводу того, что вот когда он дает определение истины, а истина – это соответствие наших представлений реальности, то он там иллюстрирует это пример, что человек, который не знает истины, он рискует жизнью, потому что он может считать другом врага, на полезное говорить, на вредное считать полезным и отравиться, не дай бог даже. Ну и тому подобные вещи. То есть человек, который знает истину, ему как бы гарантируется нормальная счастливая жизнь. Это общая идея книги Мишлей, и на самом деле это общая идея античной и средневековой морали, философии, морализаторской, как это называется, этики. Вот это этика, то есть мы говорим о философской стороне вопроса, тогда это называется этика. Значит, вот что происходит в книге КГЭ? Вот отсюда дальше наступает ровно обратная мысль, которая, собственно, пытается разрушить всю вот эту позицию этической литературы. Вот теперь 11 стих. И понял я, что под солнцем не всегда быстро победа, богатырям не всегда победа в войне, мудрецам не всегда хлеб, разумным богатством, ученым симпатии. Ученым симпатии, я уже сказал, что у меня есть свои мысли по этому поводу, но я их вслух лучше не буду говорить. Ибо случаются моменты неудач у всех. Вот обратите внимание, что здесь важно. Человек долго учился бегать. Это не гарантирует ему успехов забеги. Человек всю жизнь тренировался. Рыцарь – человек тренированный. Расписание дня рыцаря с детства – это приблизительно расписание дня тяжелоатлета. Потому что вы учтите, что рыцарский доспех весит, в зависимости от типа доспеха, от порядка 30 килограмм. Эти 20-30 килограмм. Значит, для меня, например, вот предел. Не предел, а хорошо, если я чувствовал там 20 килограмм. Хорошо, если я чувствовал с весом. Рыцарь – это только доспех. Легкий еще доспех. По этому поводу он всю жизнь тренировался. Но победа не всегда. Хотите, Милхама в данном случае читайте как шибко в турнирное. Значит, мудрецам не всегда хлеб – это неожиданность. И надо сказать, что это ехидное чье-то замечание из наших современных, что Хахам – это гуманитарный ученый. Значит, новоним – это скорее инженерным, не всегда богатство. То есть, как бы обучение и мудрость не гарантия ничего. Замечу, вот знание, умение. Почему? Нет, он не говорит, что знание бессмысленно. Вот только не вздумайте приписать КГЛ это мнение, что знание бессмысленно. Это наоборот. Мудрец, у него глаза на голове. В голове даже, наверное. Мудрец видит головой. В отличие от, скажем, дурака, который ходит во тьме, потому что головой не видит ничего. Значит, он, конечно же, считает, что мудрым будет лучше, чем дураком. И общаться с мудрыми полезнее, чем с дураками, о чем в предыдущей главе говорилось. Причем даже с религиозными дураками общаться хуже, чем с мудрыми людьми. Там такой выпад есть. Но всегда со всеми может случиться неудача. Как рыба попадается в сети, птица в селок. Человек плывет по жизни. И дальше следует вот эта история, которая здесь... Смотрите, я сказал, Ишмис Кэн, государственный мелкий чиновник, может быть, это правильно, или, может быть, это мещанин даже, может быть, вот такое правильное слово. То есть не то, что он раб, но не дворянских кровей. Значит, вот теперь большой вопрос, как надо читать этот отрывок. Я его читал так, что вот был такой мелкий человек, но у него не получилось. Значит, он спас город, но никто не помнит, что он это сделал, его все забыли. Теперь. Но в данном случае, давайте попробуем прочесть по-другому. Был маленький город с небольшим населением, пришел великий царь, взял город в осаду и построил осадную ману. И находился в городе маленький человек, мудрый, который мог бы, вот теперь, и мог бы спасти, вот пропущенное слово, то есть здесь как бы сослагательное наклонение, он мог бы спасти город, мудрцы свои, но никто не вспомнил о существовании, никто не упомянул этого человека, потому что он маленький, его никто не замечает. И сказал я, мудрость лучше богатырской силы, но мудрость мелкого человека презираема, и его слова не слышны. Вот город не был спасен, на самом деле. Вот, и может быть, это верное такое высказание, потому что дальше в контексте мы увидим, что при таком чтении получается кое-что интересное. город мог бы спасти, но не был спасен, потому что никто такого человека не замечает. То есть вот мудрость, значит, и тогда мы понимаем, что сюда хорошо ложится мудрость хороша с прилегающей к ней землей. Ну, грубо говоря, состоятельный человек, но тут еще важнее. Наличие земли собственной превращает мещанина в гражданина. Гражданина в античном смысле, то есть человека, который имеет право голоса. Вот если хотите, то наш праотец Авраам до тех пор, пока не купил поле возле Хеврона, был вот таким Ишми-Скэн, при всем его богатстве, кстати. Потому что у него не было недвижимости. И получение недвижимости в окрестностях Хеврона дает ему гражданские права. Так вот, твахахма имнахала не исключено, что мудрость хороша с наследством. Имеется в виду мудрость хороша, когда у тебя есть статус гражданина. Вот не исключено, что там подразумевается вот это. А это важный момент, потому что он имеет право выступления в городских собраниях. А мискэн, если мы правильно понимаем это слово, еще раз, у этого слова нет ахврея, нет брата и друга в писании. Только здесь встречается это слово. А бедный мне не нравится здесь, просто потому что, ну, не нравится и все. Значит, теперь тогда 17 стих. Обычное чтение, вот в переводе отражено обычное члено. Слова мудрецов слышны лучше крика властелина глупцов. Не исключено, что здесь сказано прямо обратное. А именно, мудрецы говорят тихо, в отличие от вопля властелина глупцов. То есть слова мудрецов заглушаются. Наличие мудрости не гарантирует ничего, потому что мудреца регулярно не слышат. Тогда, 18 стих, мудрость лучше оружия. Но один, хоть это не преступник, хоть это не только преступник, хоть это еще тот, кто промахается. Ошибающийся уничтожает много благ. То есть, вот тут опять вопрос, что имеется в виду. Имеется ли в виду, что один вопящий дурак в собрании заглушает всех мудрых, и в результате пропадает много благ мудрости? Или имеется в виду, что человек, ведь какой бы человек ни был мудрый? Вот это одна из мыслей книги КГЛ. Какой бы человек ни был мудрый? Иногда он делает то, что делать не следует. Время от времени его постигает глупость тяжелая. Значит, и в результате одна глупость как бы портит все. Причем того же самого человека, вот мудрец, все делает мудро, но где-то сделал глупость одну. И эта одна глупость уничтожила все труды. Вот теперь, на самом деле, мы понимаем, насколько плохо разбиты главы. Потому что теперь вот одна глупость уничтожает много мудрости. Вот посмотрите, 10 глава. От дохлой мухи воняют, портятся благовония, и небольшая глупость перевешивает мудрость. И, значит, в данном случае, к слову «кавод», я бы сказал, что слово «почет» неверно. Значит, «звуд мавыт» ебия щемен рукеах, мертвая муха делает вонючим, портятся благовония, е караха хамам мехвод сихлутны ад. Значит, «кавод» здесь тяжелый тяжесть, одной небольшой глупости перевешивает мудрость. И, скорее всего, такое более правильное понимание в переводе отражен принятый смысл. Но теперь мы понимаем, что здесь делает этот стих. Вот первый стих 10 главы на самом деле продолжает предыдущую. Одна мелкая ошибка перевешивает много мудрости. От дохлой мухи! То есть от чего-то ничтожного. Вот есть флакон целый духов, туда попала дохлая какая-то тварь, все стало плохим, все потихоньку завоняло. Ебия – это... Ой, как же это слово? Когда пузырится, когда бродить начинает. Вот это слово. Буа – это пузырь. То есть пенится, в смысле, ничего хорошего не происходит, когда это самое... Ну, портится, но именно такое. Дальше продолжается. Сердце мудреца лимино в лефт сипле смолок. Значит, сердце мудреца клонится к правде, а глупца к ривде. Опять, не исключено, переведено привычным способом. Вот я не люблю в переводах сильно уходить от принятых вещей, хотя я не уверен, что это правильно даже. Потому что не исключено, что праве, еминь, в данном случае означает сильную руку. Поэтому леф-хахам, еще раз, леф – это мудрость, это инструмент разума. Так вот, правая рука – это сильная рука, а левая – слабая. По этому поводу мудрость, разум мудреца укрепляет его, а разум дурака ослабляет его. Значит, вот теперь, вот смотрите, вот сравните переводы с оригиналом тот, кто может. В третьем стихе и даже на избранном дураком стезе, там так и так и так написано, здесь все чисто, лебо-хассе. Ему не хватает, сердца не хватает, но, еще раз, сердце – это ума, ума не хватает ему, и всем видно – это дурак. Но пока все, что вы читаете вот в этом отрывке – это одна простая мысль. Одна глупость превращает всю мудрость в ничто. а так как у всех случаются плохие дни, то мудрость ничего не гранит. Вот идет вот именно вот это, вот атака с этой стороны на всю вот эту вот идею о том, что разум, он это самое. Значит, дальше опять продолжаются все те же самые разговоры о умности и глупости. «Если разгневается на тебя властитель, не оставляй места своего, ибо ки марпэ и не хатаим дурин, ибо кротость, ну, мягкость покрывает большие ошибки». Вот слово хатаим вам в значении не грехи, а именно ошибки в данном случае. Имеется в виду, когда царь собирается разнелся, не уходи с гордо поднятой головой, а останется и попробуй все-таки как-то утихомирить его, такой совет царедворцу. Но после этого идет именно разговор о уме и не уме, только теперь с переходом в более высокие сферы. Есть зло, несчастье, которое я видел под солнцем. Ошибки, исходящие от властителя. Что происходит при этом? Дурак возмесен в великие выси, а богачи унижены. Я обращаю внимание на то, как вы понимаете теперь, что с точки зрения КГЛ это правильное устройство мира, богач наверху, а дураки внизу. здесь происходит все наоборот. Далее более точнее. Я видел рабов на конях, а князья идут как рабы по земле. То есть глупость, исходящая сверху, она страшнее, чем глупость честного человека, которая переворачивает все правильное устройство мира. Опять, я не говорю, что мы видим, что экклезиаст, царь Соломон не считает, что все люди равны. Потому что в демократическо устроенном государстве кто на коне, тот и князь, тот и министр, а кто ходит пешком, тот и не министр, тот и дурак. Как там русская народная мудрость, ты хозяин, я дурак, да, ты начальник, я дурак, так по русской народной мудрости говорится. Здесь где-то вот это. Но дело в том, что понятно, что для Кагэл эта идея в том, что тот, кто князь, он князь по природе, он должен быть сверху. И даже если его снизить, он все равно должен быть князем. Это просто мир перевернутый. Поэтому там тот, кто пытается найти демократические ценности книги Кагэл, это зря их там ищет. Их там нет и не может я видел и в результате вот эта ошибка происходит, ошибка сверху переворачивает весь мир. Вот что здесь сказано. И далее следует непонятное слово Хоффер Гумац Никто не знает, что это такое. Написано много, но никто не знает, что это такое. Но в него упадет. Ну, ясно, что из контекста, все восстанавливают из контекста, ясно, что это яма. Копает яма, упадет, разбивает забор, его укусит змея, носит камни, о них ушибется, рубит дрова, ранит себя. Значит, понятно, что Порекс Гэдер разбивает забор, сносит забор, его укусит змея. Место змеи в каменном заборе, это все знают. Между камней, вы учтите, что каменные заборы, о которых здесь идет речь, они не проложены звездкой, а просто положены друг на друга камни. Причем не всегда тесаны, чехи все не тесаны. И они столь естественное место проживания змей, что, в общем, скажем, совать руку в щель вот такого забора, я просто не рекомендую никому в наших краях, по крайней мере. они там и живут. Но вот значит, но вопрос, о чем идет речь. Давайте дальше попробуем. Итак, речь идет о каком-то списке мудростей, которые, казалось бы, вот как их надо понимать. Если я сейчас открою вот самый современный комментарий, какое существо, которое называется Мир Танаха, то вы обнаружите там какую-то приблизительную мысль, что дурак копает яму и сам в нее падает, сносит забор, его жалит змея, переносит камни, сам ошибается, колит дрова, ранит себя. Свойство дурака перечислено. но замечу, слово дурак они вставили сюда сами совершенно произвольным образом в оригинале, об этом ни слова нет. и вопрос, с чего вдруг три суждения, два суждения, копает яму, переносит камни, сюда попадают. это место в книге Мишлей, ежели это копает дурак. В книге мудрости, естественно, вот мудрый человек, когда копает яму, в нее не падает. Мудрый человек, когда лезет на дерево рубить дрова, не рубит дрова перед собой, а рубит дрова, когда спускается, а не когда поднимается. Ну и так далее. Но если вы вернетесь к началу всего этого текста, то неудачное время случается со всеми. Может, это вообще про всех людей? Десятый стих. Я не хочу даже обсуждать его по одной простой причине. К нему существует минимум 120 комментариев. и ни одно не похоже на другое. Все слова понятны, но в фразу осмысленную они не собираются. Значит, ну давайте, если затупился, это очевидно, железо, это непонятно, и у него нет лик дословно. К лькэль в хэйлим гигбир в итерон гэшэр хахмак. Обычно более-менее вот то, как это переведено, оно более-менее отражает, ну, такую самую простой вариант, как это собрать, какую-то осмысленную вещь. Хотя непонятно, что здесь это делает, и что с этим делать здесь. То есть этот стих я вообще не обсуждаю, просто потому, что я не могу его собрать ни на что. Но понятно, что борзель это лезвие топора, по всей видимости, какой-то из релита тут не так давно я слушал, предлагает понимать, пусть сила победит удрость, позови кучу народу, тогда они сами сломают топора. Я не уверен, что это правильное чтение, мне кажется, что это неправильно, но совершенно невозможно. Значит, дальше. змея вот теперь опять стих имеет два комментария. Один очень современный и принятый во всей критической современной литературы, который мне безумно не нравится. Значит, а второй кажется куда более естественным, тот, который отражал в этом примечании, в этом переводе. укусит змея не про шипет и какая польза трепачу вальошон. Значит, я хочу заметить следующее. Второй вариант выглядит так. Дело в том, что понятно, что игра слов ешох, нахаш, белолахаш. Вот это нахаш и лахаш. Слово лахаш это заговор вообще-то. это шепот вообще более точный основной исходный смысл этого слова это шепот. Но ем нахаш по Исраэль как хочу обратить внимание, нахаш это регулярно заговор и одно из свойств мудрецов древности это уметь заговаривать змей. Значит, значит, и тогда здесь говорится, вот теперь я не знаю, нужно ли вам это для понимания книги Кахэлт или не нужно, но просто скажу, что если змея укусит не потому, что ее закляли укусить такого-то, то тогда, то есть по собственной инициативе, то нет никакой пользы тому, кто умеет заговаривать рано. то есть вот как бы то есть если змея укусила колдовством, то можно что-то сделать, а ежели она по собственной инициативе, то нельзя, но мне это не нравится, но это принятый очень сегодня комментарий, мне он кажется натянутым. Значит, Деврей Пиха Хамхэлт слова мудреца симпатичны, а слова Адурат лучше бы проглотил язык. Начало его речей глупость, конец злое, безумие, почти точный дословный перевод, но теперь к чему все это ведется? Вот теперь казалось бы все это похаприскалось, но вот теперь начинается то, ради чему все это написано. Гасахаль герб дворим вологи да адам машинь долго говорит глупец о грядущем подразумевании. Но человек не знает, что будет. Кто бы рассказал ему, что будет после него? Но не исключено, что не после него, а потом, после его сегодняшнего состояния, что будет потом, то есть, что будет в будущем. И вот здесь начинается самое главное. дело в том, что Кагэла вот это ширхая тень и даже в конце второй главы до песни времен предупреждают об одной очень важной вещей. Человек не знает, кто придет после него так. Поэтому труды как бы они бессмысленны. Здесь говорит человек не знает будущее. Только дурак говорит о том, что предсказывает будущее. ну предсказывает, гадает, что будет в будущем. Долго говорит но человек не знает, что будет. Кто бы сказал ему, что будет потом, после его сегодняшнего. Труды дураков выматывают, потому что он не может дойти даже до города, пути в город. То есть все то же самое, но вот дурак, признак дурака, это его уверенность в предсказании, что будет завтра. И вот это пуэнто, вот это одна из важнейших точек в книге Кагэлот. Мир неизменен, но человек не знает, что будет завтра. Не знает настолько, что человек, который говорит, что я знаю, что будет завтра, в общем, это признак дурака. дурак не может попасть в город. По этому поводу вот то, что было выше, вот все вот эти разговоры, вот этой главы все еще продолжают эту самую мысль по поводу того, что мудрость и ученость, обученность ремеслу тому или иному не гарантируют успеха. Вот то, чего пытаются подорвать Кагэлот. Вот то, чего в Кагэлоте очень сильно и очень важно. Он всюду, вот в данном случае весь этот отрывок довольно большой длины, доказывает, и это очень острая атака на Сефер-Мишлей. Нет гарантии успеха. Почему человек первое всегда может случиться неприятность, это было первое, есть промашки, причем эти промашки могут выйти с самых верхов и тогда горе всей стране. Есть промашки у каждого, это у Пэга Егеллыкуна, был значит момент неприятности бывает у всех, но оно бывает и на государственном уровне, и еще то, чего это открытие следующей темы, человек не знает будущего, поэтому не знает, чем это кончится. Значит, и далее продолжаем. Горе стране, где правит юноша, а министры с утра едят. Ну, сейчас мы увидим, что такое едят здесь. Счастлива страна, где правитель, царь который, Бен-Хорим. Бен-Хорим, вообще, Бен-Хорим, правильный перевод этого слова, это не свободен, как это принято, а принадлежит к знатену, где царь знатен, и министры пируют вовремя. Бигвура в лоббэшти, для подкрепления, а не для пьянства. Я могу сказать, есть серия комментариев, которые пытаются найти того царя, который в юности взошел на престол, и в котором министры окончательно распоясались, вытворяли черт знает что. Есть такие комментарии, значит, есть отдельно несколько книг, которые занимаются тем, что называются они о историческом фоне книги Кагелот, где они пытаются поместить в тот или иной отрывок книги царей как фон написания этой книги. Я не буду сюда заходить. Значит, из-за небрежности прогнулась, значит, прогнулась балка, я обычным образом комментирую, как это принято у большинства комментариев, есть еще человек, не буду такой комментарий, вот по небрежности прогнулась балка, полень протек до и далее еда для радости вино делает жизнь веселой, в Кэсов Яна Эдхаколе. Вот это самая знаменитая вопритие поговорка. Кэсов Яна Эдхаколе здесь переведено дарует развлечение, на самом деле деньги отвечают за все. Более хороший комментарий и вот что имеется в виду. Вот чтобы понять связь 18-19 стиха, оно довольно простая связь. Для средненормального человека прогнулась балка, потолка или в доме протечка, это ай-яй-яй катастрофа, это все надо теперь бросать, чинить, но для богатого человека деньги ответят за все. Он поднимает телефон, вызывает фирму, если он застрахован, или вызывает мастера, и деньги, они ему нужны для того, чтобы эти проблемы решать. То есть как бы вот теперь на самом деле мы понимаем все построение, это действительно блестящее построение. значит горе стране, где министры бездельничают, пьянствуют с утра, по их теперь мы переходим на такое некоторое аллегорическое описание, по их лень, они же пьянствуют, они очень заняты, государственные балки погнулись и протекла стены, но деньги, которые есть, решают все. То есть горе стране, где все решают деньги. Деньги могут чуть и кончиться. Но есть некоторая большая мудрость по поводу того, что при наличии денег все вот эти бытовые катастрофы они не катастрофы, они так. И в конце гамбы Мадееха даже под одеялом Мадееха это постель. Даже в постели царя не проклинай, в спальне не клини богача, ибо птица небесная перенесет разговор, а Бальк нафайм перед мнуха хозяин крыльев, дословно владеющий крылью расскажет, что происходило. Ну, вообще принято понимать весь этот пассаж, как стены имеют уши. То есть и опять обычно это комментируется как описание страны, где происходят все вот эти вот безобразия, где молодые правители, которые вместо того, чтобы заниматься делами, пьянствуют, но кончается это тем, что в стране процветает наушничество, все пишут доносы, и стены имеют уши. Все-таки, например, скажем, живя в Израиле, я как бы не считаю, что стены имеют уши, считаю, что они их не имеют, ну, исхожу из того, что не имеют, а даже если имеют и, 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 и пусть имеют. Можете записать. Впрочем, советский анекдот, алло, это КГБ, к вам попугай залетал, нет, не залетал, если залетит, учтите, я с ним не согласен. Значит, ну, вот это где-то вот, вот эта мысль, и далее, вот, вот, 11 глава, на самом деле, мы где-то к концу подбираемся, чем, чем нельзя себя не порадовать. Значит, еще раз, выше было сказано, дурак говорит о будущем, но никто не знает, что будет дальше. В предыдущих годах. 11 глава продолжает эту мысль. Какие выводы? Вообще, можно сказать следующее, что так как я не знаю, что будет в будущем, то я ничего не делаю. Или неприятности случаются со всеми, поэтому делай, не делай, ничего не гарантированно. Ничего подобного. Кагалет говорит совершенно про другое. А говорит следующее, так как ты не знаешь, что будет в будущем, то что нужно сделать? И говорится так, шалах лахмеха альпнеха маэн киброх и минтруцэн. Значит, пошли свой хлеб по водам и через многие дни найди, чтобы через многие дни найти или года найти. вложи в семь и в восемь дел, по всей видимости, ибо не ведано тебе, какая беда постигнет страну. Значит, вывод из того, что человек не знает будущее, означает, что нельзя класть яйца в одну корзину, а надо класть в семь или в восемь. Корзина, то есть, ну, может быть, совет биржевому, человек, который решил вложить деньги, ему предлагают портфель, который, может быть, больших доходов не принесет, но зато как бы гарантирует, что что-то, во-первых, сохранится, во-вторых, какой-то доход будет. При этом, здесь совершенно чудесная игра слов, которая, естественно, не видна в переводе, и вот какая, дай долю щива улишмуна. На семь и на восемь, семь, это сова здесь, слово рядом лежит, также писающаяся, то есть сытость, а шмоны, это для того, чтобы толстеть. То есть, шутка про семь и восемь, она, для того, чтобы насытиться, для того, чтобы толстеть. Это такая вот совершенно замечательная игра слов, которую есть в оригинале, и которую мы никакими усилиями не перевести никуда. Но зато радует оптимизм автора, безусловно, ибо ты не знаешь, ибо не ведая на тебе, какая беда постигнет страну. Обратите внимание на глубокий оптимизм автора, что беда постигнет, это мы знаем. Я говорю, не маняли. Зачем надо вкладывать семь и восемь дел? Потому что какая-то беда, так, конечно, случится, но твоя задача, чтобы при любой беде что-то сохранить. Вот. Это где-то вот такая идея. То есть, от того, что тебе неизвестно будущего, это не повод бездействовать, а повод вложиться во все. И далее. Наполнится ли облака дождем над землей и прольются ли они? Упадет ли дерево на юг или на север и останется ли там лежать? Это то самое гадание, классическое гадание, значит, пройдет ли дождь над царей, над страной, извините. Имгирику облака наполнятся, здесь, обратите внимание, вот опять на русском наполнятся, а вот это опустошаться. То есть, зачерпнут ли облака воду и выплеснут ли они эту воду, опустошаться ли они над землей, над данной страной. если вы что-то строите, то упадет ли дерево в южную сторону или в север и останется ли там лежать? То есть, по поводу того, что вы не знаете, что будущее. И отсюда вывод, который очень важен. Тот, кто ждет шамеруха, это не ждет ветра, а сторожит, гадает, какой ветер будет, не посеет. Тот, кто следит за облаками, имеется в виду, будет дождь или нет, не сожнет. Имеется в виду, естественно, что если ты заранее собираешься сеять, то тебе важно сеять в безветренный день, потому что тебе нужно, чтобы зерна летели в ручной же сеялка, в ручной же сеем, чтобы зерна не разлетелись. Когда жнут, вам очень важно, чтобы это было не в момент, когда идут дожди, потому что в противном случае урожай просто загниет. По этому поводу, если ты заранее, если ты боишься, а вдруг пойдет дождь, то ты не начнешь сжать завтра, не будешь сжать. Если ты боишься, что будет ветер, то ты не пойдешь сеять. Это явно неправильно. Как ты не знаешь, откуда подует ветер, как ты не знаешь, вот теперь, конечно, и силу, значит, дословно, вот этот выделенный оборот, как кости в полном чреве, это слог. Это один из комментариев силу зерен в земле, на самом деле, кости в чреве матери может быть. То есть ты не можешь видеть, что лежит в брюхе, извините, в чреве беременной женщины. Вот что здесь интересно. Опять, ты знаешь, что там что-то лежит, ты же видишь живот, вот, но ты не знаешь, что там. и ты не знаешь пути ветра. То есть, как бы, что ветер дует, и у него какие-то пути есть, ты знаешь, но ты не знаешь, и они где-то есть, но ты не знаешь, где. Ты знаешь, что у женщины что-то там в животе есть. Но до изобретения этой самой ультрасаун, да, по-моему, сейчас на русском это называется, ультразвук, по-моему, называется по-русски, но это условно позволяет прибор. До изобретения ультразвука узнать, что там в животе у женщины никто не мог. Да. Мне вот эти два высказывания одно хочется поместить очень над метеорологическим бюро. Так ты не знаешь пути ветра. Так ты не знаешь дела Божие, которыми спосылает все. Оба на. Опять. Ты не знаешь обстоятельств будущего. Ты не знаешь, как будет дуть ветер, ты не знаешь обстоятельств будущего, ты не знаешь ничего, на самом деле. Все делает Бог. вывод утром сей вечером не опускай руки, ибо тебе не дано знать, которые из них зайдут. Те или другие или те и другие одинаково хороши. на самом деле вот здесь вот здесь нужно ставить главу именно здесь. на самом деле вот там конец смысла. Там конец смысла. То есть на данный момент то, к чему во второй части, в третьей части, в четвертой части мы пришли состоит в том, что ты не знаешь будущего, поэтому единственный разумный совет работай, пытайся заложиться на все, но вот гарантий нет, гарантий нет и быть не может по природе мира, по божественной природе. Вот эта мысль, которую Кагелот, причем никакие твои ухищрения и подготовки к будущему, тебя от этого будущего не спасут. Будущее наступит независимо от твоей подготовки и угадать его тебе не дано. Ты можешь заложиться на несколько вариантов развития событий и тебе следует так поступать, но вот уверенности в завтрашнем дне никакая мудрость, никакое поведение тебе не помогут в том смысле, что ты его не знаешь. Вот где-то здесь Кагелот переходит к финалу, потихоньку подходит к финалу своей книги и к финалу жизни человека, потому что дальше следующая глава, она о жизни и смерти. И на самом деле такого поэтического описания смерти, неизбежной смерти, смерти от старости, не внезапной, а именно вот той, которая обязательно предстоит всем, во всей, боюсь, мировой литературе даже нет, потому что описано очень мягко все это, и в то же время неизбежно, как бы вот эта комбинация неизбежности и мягкости вот там вот в опере или там в палете, когда хотят звук неизбежности передать, то обычно идет тревожная музыка тимпана, барабана такого тяжелого, большого, да, судьба стучится в дверь, да, как у Бетхобина, например. Значит, такие тяжелые барабаны играют, здесь нет, здесь нету барабанов, здесь это куда мягче будет сделано. Но я хочу обратить внимание на то, что книга подходит к концу вместе с концом жизни человека, вот это построение книги, это очень любопытное такое построение, которое литературно по-моему очень сильно. Но об этом в следующий раз, и в следующий раз наверное можно будет понять все-таки к чему Кагалат все эти дела вел. То есть я сразу предупреждаю, что однозначно это сказать я не в состоянии, естественно, могу только свои представления об этом изложить, так как я все-таки взял за привычку каждую неделю слушать длинную чью-нибудь лекцию на эту тему хороших людей, которых уважаю, то в общем получаю бездну удовольствия о том, что каждый говорит о своем, конечно же. Вот. Да. Но как бы у каждого есть свои впечатления, но причем так, но в следующий раз я объясню, почему на самом деле правило с книгой Кахелет выглядит следующим образом. Понять, о чем книга, можно только глядя на нее все. И поэтому ее надо дочитать до конца и только потом пытаться понять, чему автор ведет. Потому что еврейская привычка, начатая в книге Борис Шит и конченая книга Кахелет, доведенная до этого предела, никогда не писать прямых выводов. То, чего в еврейской литературе было запрещено практически всегда. И что сильно раздражает людей, выросших на европейской традиции. Вообще рассказ в конце мораль должна быть. В Танахе этот жанр не принят к тебе речи. мораль со мной идешь не маленький. Мы тебе все рассказали. Книга Кахелет повторяет эту мысль и повторяет эту традицию в высокой степени. По этому поводу мораль как бы я вам все рассказал, говорит автор, но мораль по-моему очевидна, как он полагает, как я надеюсь. Ну вот где-то вот так. В следующий раз тогда уже об основании. Ну вот да. В книге Кахелет как раз есть мораль в конце? Это не мораль. Это колофон. То, что вы считаете моралью, но другой разговор, что вот эта мораль, я считаю, что она очень важная. Мораль какой-либо нишва, который вы имеете в виду, все услышано. Вы знаете, я там не я. Проверьте как-нибудь значение слова шама слушать. В библейском, ну вот в науке это называется семантическое поле, сейчас я по-русски попытаюсь сказать это. В каких смыслах, какие оттенки, какие оттенки имеет слово слушать? Какой оттенок? В каждом языке есть свой оттенок. И там слово дздака, скажем, в позднем эврите, это благотворительность, помощь ближнего. В танахе слово дздака это скорее справедливость. То есть одно и то же слово, но у них разные оттенки и по-разному используются в разных случаях. Вот то же самое к слову слушать, слово шама. Дело в том, что вот я забегая вперед, хочу заметить одну вещь, она может быть полезна для понимания книг. Какой ни шма все услышано. Слово шама вот оно же не просто слушать, а это еще услышать. вот очень важный момент. Вот шма Исраэль слушай Израэль то, что прибудется, услышь Израэль. Прислушайтесь к этому комментарию. Услышь Израэль Гашан Малакай Малакай Гаш Мах Вам не кажется, что это разное смыслы немножко между слушай и услышь. Вот шама выберите она скорее услышит. Не слушать, а услышать. Это не процесс, а результат процесса. По этому поводу все услышано, оно все принято. очень важное. Вот теперь вопрос, что скрывается словом все в книге КХЛ. Что имеет ввиду автор, как говорит все. Вот это все требует комментария. На самом деле главный комментарий там не к слову услышать, а главный комментарий к слову все. я готов забежать вперед и сказать все, о чем сказано в книгах о мудрости, о глупости, о предвидении и непредвидении, о пирах. Перы услышаны тоже. Вот услышано все, принято во внимании и ничего не отвергнут. Вот здесь важный момент. Но это в следующий раз. Я вот отложу все в следующий раз. Это есть важная вещь. Но я хочу заметить, что вы учтите, что в некотором смысле мораль является Хавель Хавеллим, потому что в конце оно повторено. То с чего началось это суета. Это тоже мораль. Но в следующий раз подробно. Окей? Спасибо, Мэр. Ну, тогда всем шаббат шалом. Шаббат шалом.